Подозреваемый признался, что работу нашел в интернете. Полиция задержала мужчину, который в качестве курьера ездил по адресам в назначенное время и собирал деньги у пенсионеров. Мошенник действовал в составе группы аферистов, которые вымогали деньги у пожилых людей по схеме «родственник попал в беду». Во всех случаях пенсионерам поступали звонки на телефон от лже-сотрудников правоохранительных органов. Звонившие сообщали о том, что родственники потерпевших стали участниками дорожно-транспортного происшествия и требовали передать курьеру все имеющиеся у них денежные средства. Всего за два дня в полицию у Сурийска обратились трое пенсионеров, которые стали жертвами мошенников. Так, 80-летняя местная жительница передала курьеру-мошеннику 400 тысяч рублей, 82-летней потерпевшей – 250 тысяч, а 85-летняя – более миллиона. Ранее подобное преступление с участием телефонных аферистов произошло в Арсеньеве. Сотрудники органов правопорядка задержали курьера-злоумышленника. Расследование продолжается. Также полицейские просят граждан проявлять бдительность и не поддаваться на уловки телефонных вымогателей. Если вы получили звонок о том, что ваш родственник попал в беду, прежде всего успокойтесь, не поддавайтесь панике. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Полицейские сообщают, если телефон родственника оказался выключен, можно позвонить его друзьям или другим близким людям. Также информацию о местонахождении родственников можно узнать, позвонив в больницу или в дежурную часть.